Затянувшиеся правосудия. Заседание по делу об аварии на Саяно-Шушинской ГЭС может закончиться акцией протеста. Мошенничество на расстоянии. Преступники из Самары по телефону выманили у жителей Абакана 155 тысяч рублей. Перемены к лучшему. В деревне Заря у Стабаканского района впервые масштабно отметили День села. Сегодня представители общественного движения Доколи, не дождавшись реакции силовиков, решили сами прокомментировать молчание Следственного комитета. Напомним, 25 августа в Абакане прошла акция протеста «Хотим жить по закону, а не по уголовному кодексу Хакайси». По результатам митинга была принята резолюция. В ней собравшиеся требовали проверить на соответствие своим должностям некоторых следователей. Однако никакой реакции не последовало. На пресс-конференцию члены общественного движения пригласили не только журналистов. Ожидали как минимум представителей четырех силовых структур. Но как и на митинг 25 августа правоохранители не пришли. В зале собрались те, кто так или иначе пострадал от беззакония. Одно из самых нашумевших дел – это смерть Артема Карлышева. Молодой человек погиб в мае возле киноцентра «Наутилус». Однако первая экспертиза показала, что молодой человек скончался от сердечного приступа. Родители добились эксгумации тела и повторной экспертизы. Однако, судя по тому, как проводилось первое исследование, в объективности второго они сильно сомневаются. Каким образом при назначении комиссионной экспертизы, где в документах говорится, что должно проводиться не менее, чем двумя экспертами одной специальности, закоквалифицированной. Кочев и в отделе сложных экспертиз эти экспертизы должны проводиться. Кочев никогда не работал в отделе сложных экспертиз. Насколько я понимаю, он там был единственный представитель на вскрытии с Красноярского бюро. Конечно, они включат гистолога. Если они еще кого-то включат, то кто-то, извините, не трупа даже не видел, а будет работать только по тем материалам, которые им кто-то написал. Вполне возможно, к движению до Коли в ближайшее время присоединятся люди, обратившиеся к нам в редакцию. Родные Акима Чебодаева, убитого 25 августа в Абакане, уверены. К смерти молодого человека причастны трое, однако из всех подозреваемых задержали только одного. Остальные до сих пор на свободе. Виктор Лушников встретился с родственниками погибшего. Все началось воскресным вечером на детской площадке возле дома по улице Дружбы народов 52. Рита Тахтобина, мать погибшего, возвращалась из магазина. В это время ее начали оскорблять подвыпившие мужчины, сидевшие на соседней скамейке. Обзывали, ты там их окаска, очкастый, ты заткнись, всяко раз. Ты тварь, ты нелюдь. В общем, не обзывали, как хотели. Я первый раз в жизни слышала такие слова за свои 43 года. Рита Николаевна позвонила в полицию, попросила урезонить мужчин. Налят ППС приехал, когда обидчики уже поднялись в квартиру второго этажа. Полицейские добились, чтобы один из мужчин принес извинения. Но они, по мнению Риты Тахтобиной, были невнятными. И она рассказала о произошедшем своему сыну. Тот пошел заступаться за мать и получил несколько ударов ножом. Все происходило на этом маленьком пятачке. Раненый Аким сумел добраться до четвертого этажа, где жил его друг. Хватаю его, кинул руку на себя, иду, рано ему зажимаю. Иду с ним разговариваю. Сразу спрашиваю, типа, кто тебя порезал там. Типа, там, вот про мужиков, которых рассказывал. Типа, те трое, я говорю, да, типа, вот эти трое мужиков. Аким был еще жив, когда его привели домой. Мать вспоминает о предсмертных словах сына. Сына, говори, говорю, это те мужики, которым я тебе рассказывала. Он сказал, да. Я говорю, это они тебе резали трое? Он говорит, да, мама, они резали трое. Других очевидцев убийства нам найти не удалось. То есть многие слышали шум и крики, но говорить на камеру категорически отказываются, переживают за свою жизнь. Но мать твердо уверена, что к убийству причастны трое. Она недоумевает, почему задержали только одного. Вот какой комментарий мы получили в следственном управлении. В настоящее время достоверно установлена причастность к убийству одного мужчины. Он задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. В настоящее время он находится под стражей. Версия причастности к убийству двух других лиц, распивавших с задержанным мужчиной спиртные напитки, проверяется. С этой целью назначены судебные экспертизы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются очевидцы совершенного преступления. И все же родственники погибшего Акима Чебодаева, который три дня не дожил до своего 20-летия, беспокоятся, что не все виновные в его смерти будут наказаны. Суд по аварии на Саяно-Шушинской ГЭС на грани срыва. С первой попытки начать процесс прошло уже два месяца, но до сих пор уголовное дело не рассматривают по существу. Адвокаты играют на нервах, специально тянут время и без объяснения причин не приходят в зал суда. Сегодня сорвано еще одно слушание и снова неявка защитников. В этот раз не посчитали нужным явиться в зал суда дополнительные адвокаты. Их суд назначил для подстраховки на случай, если основные юристы вновь захотят прогулять заседание. Пострадавшие в отчаянии, они вынуждены терпеть откровенные издевательства. Мнения на ситуацию разделились. Некоторые из близких и родственников погибших признаются, потеряли надежду на правосудие. Остальные отбрасывают эмоции и заявляют, готовы добиваться, чтобы судебный процесс все же запустить. Сегодня потерпевшие подписали обращение сразу на три адреса. На имя президента России, генеральной прокуратуры и уполномоченного по правам человека. С одной просьбой – повлиять на ситуацию. Следующее слушание назначено на завтра. Напомним, на скамье подсудимых семь человек. Бывший руководитель станции, главный инженер, его замы и работники службы мониторинга. Они обвиняются в халатности, в результате которой произошла авария на Саяно-Шушинской ГЭС в августе 2009 года. Тогда погибли 75 человек. Программа сохранения и развития малых сел Хакасии работает в республике меньше года, но уже есть результаты. Сегодня их оценивают сами жители. Молодежь стала интересоваться деревней и всерьез рассматривает варианты переезда. А где-то впервые за долгое время празднуют День села. Из Усть-Абаканского района Ольга Стельмах и Алексей Голубев. Зарю курирует Министерство культуры. Бездорожье, куча грязи, лужи и все такое прочее. Как-то совсем некомфортно было, когда уже асфальт есть, забитые скважины, строится социокультурный центр. Кажется, уже и жизнь наладилась. Уже настроение и у сельчан другое, и у нас оно абсолютно другое. Об этой деревне, несмотря на ее близость к столице Хакасии, мало кто знает. Ведь вся заря – это несколько домов 13 километров от поселка Тепличный. Не знают сюда дороги и рейсовые автобусы. Единственный маршрут – школьный. Жители, у кого есть машины, выбираются на заработки в Абакан или в Черногорск. Остальные выживают за счет подсобного хозяйства и огородов. Не забыто в глубинке инородное ремесло. Еще девчонками были, и мы вечерами сидели, вот это все вышивали. У нас калинкору не достать было материалу этого, очередь ночами стояли. Но все равно все это покупали и все равно сидели, вышивали. Такой азарт у нас был. В Заре живут 24 семьи, в основном пенсионеры. Привлечь молодежь пока нечем. Расширяться не получается. Раздавать участки ни у муниципалитета, ни у республики прав нет. Все земли вокруг владения Института аграрных проблем. Сегодня республиканская власть пытается договориться и забрать участки под жилое строительство. Вернуться в родное село. Такой вариант молодые люди сегодня не исключают. Тем более, если у деревни появился реальный шанс на возрождение. В гости приезжают каждый выходной. Все равно тянет. Говорят, что расширяться будет деревня. Подумаем, время покажет, переедем. Планы у села есть и на местный водоем. На заливной пруд хоть сегодня готовы зайти разводчики рыбы. В режиме ожидания уже 12 заявлений от предпринимателей. Но проблема та же. Земля в госсобственности. Республика ждет ответа. Передадут ли регионы участки. В надежде на положительное решение сегодня и заря. Ведь только так власти смогут реанимировать маленькую деревню в Усть-Абаканском районе. Ольга Сильмах, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Депутата горсовета Минусинска Дмитрия Попкова признали виновным в избиении подростка и освободили. Напомним, инцидент произошел в прошлом году во время празднования Дня города. Следствие установило, мужчина ударил мальчика за то, что он отказался снять на камеру депутата и его приятелей. Школьник страдает диабетом. Из-за удара у него сломался прибор измерения уровня сахара. Суд вынес приговор. 300 часов обязательных работ. Но потрудиться на благо общества депутату не придется. Время содержания под стражей зачтено в срок отбывания наказания. Попкова освободили прямо в зале суда. Также к исправительным работам на пять месяцев приговорен житель Абакана. Городской суд признал мужчину виновным в экстремистской деятельности. Дело по неординарной для нашей республики статье было возбуждено в марте этого года. В ходе следствия выяснилось, мужчина разместил на своей странице в одной из социальных сетей тексты и изображения экстремистского содержания в отношении выходцев с Кавказа и из Азии. Абаканский суд усмотрел в этих действиях разжигание межэтнической вражды и наказал автора. Кстати, материалы, опубликованные приговоренным, уже удалены из интернета. Очередной случай телефонного мошенничества. Житель Абакана, доверившись неизвестным, потерял 155 тысяч рублей. Накануне вечера мужчине пришло СМС, в котором было сказано, что его банковская карта заблокирована. Там уже был указан номер телефона якобы сотрудника банка, с которым можно созвониться. Мужчине по телефону продиктовали пошаговые действия. В итоге он сам перевел все деньги на другой счет. Кроме того, мужчина воспользовался и кредитной картой, переведя на счет мошенников еще более 100 тысяч рублей. Лишь после списания средств мужчина заподозрил обман и обратился в полицию. В настоящий момент по данному факту проводится проверка и уже известно. Телефонный номер псевдосотрудника банка зарегистрирован в Самарской области. Сегодня Хакасия встречала участников первого автопробега «Бывших не бывает». Через всю страну на автомобилях пройдут ветераны уголовного розыска. Так они намерены отметить 95-летие своей службы. Колонна стартовала 20 августа во Владивостоке. Финиш автопробега состоится в Москве 26 сентября. В каждом регионе участники автопробега вместе с действующими сотрудниками полиции вспоминают офицеров угрозыска, погибших при исполнении служебного долга. В Хакасии они возложили венки и цветы к памятнику погибшим полицейским. Кроме того, активисты общественной организации «Опера», которые организовали пробег, навещают семьи этих сотрудников. В Хакасии, как и в других регионах, прошла встреча с офицерами угрозыска за успехи в службе. Их наградили дипломами и ценными подарками. Кроме того, участники пробега общаются с молодежью и рассказывают о достоинствах службы в полиции. Создание позитивного имиджа сотрудника МВД – это одна из задач автопробега. Постоянно в дороге находятся три автомобиля. В каждом регионе до границы соседней области или края их сопровождают хозяева. Это еще 10-15 автомобилей. Это физически довольно-таки напряженно, но, я говорю так, команда, которой мы готовились длительное время к этому делу, и физически, и морально, и организационно. Поэтому уверен о том, что мы это все выдержим. Наиболее сложный участок – это Урал, конечно. Здесь у вас Сибирь, да я сам Сибиряк. Дороги прекрасные. К нам гости приехали из Красноярска. Сегодня они встретятся с ветеранами угрозыска в Абакане и Черногорске. Вечером отправятся в путь до Томска. К этому часу у меня все новости. Напомним, завтра на канале «Россия-1» в 10 часов 30 минут в прямом эфире пройдут политические дебаты кандидатов на пост главы Республики Хакасия. Не пропустите. Хороших вам вестей. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова